Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Номер 821. Событие дня. Ниеме, 9.16. Но они и отцы наши упрямствовали, и шею свою держали упруга. За 14 марта 2018 года. Притча 22.10. Прогони кощунника, и удалится раздор. И прекратятся ссора и брань. Ну, ты ничего не издал. А можно сказать, ну тогда обрати кощунника. Нет, он над всем кощунствует, он издевается. Веры-то никакой нету. Он кощунствует, всю церковь будет и ретической называть, и анафеме предавать. То есть полное безумие. И ничего нельзя сделать, только молиться надо. Прогони его, Господи, и чтобы молекула от него не осталась. Тогда все, и удалится раздор. Ссора брань прекратится. Брань это уже война бранная. Все утихло. Это мы читаем в Ветхом Завете неоднократно. Поднял восстание. Бежал. Скрылся в городе. Осада города. Женщина вышла. Почему вы решили этот город, который всегда был советником? Он говорит, такой-то человек. Пошла, она сказала, князьям город будет разрушен. Но он надеялся, его поддержат, его избрали. Ту же голову отрубили и бросили со стены города. Взяли голову, ушли, все, город был спасен. Ничего нельзя сделать. Секир башка, и все освободилось. Владимир Харин. Мир вам. Беседа с Андреем является плодами вашей святой жизни. Вряд ли ваши недруги могут показать такой результат. Был в соборе на вечерней службе. Пост великий. Хождение туда-сюда. Обнимание. Свечи. Помазали лбы и бежать. Главное лоб помазать. А то, что служба идет, главное на помазание успеть. Да, читает Евангелие. Да, читает Евангелие. Да, читает Евангелие. Все голову вниз. А как слушать и понимать? Магия какая-то. С уважением к вам, Владимир Харин. Что там? Район Карелия. Район Карелия, село Деревянное. Видите, как только читать, голову наклонили, вниз стоят все. Это магия. Они не слышат, не понимают и не знают. Теперь я по другой теме уже. Мне подсказывали, что тут можно сделать, чтобы сразу наши занятия люди могли слушать. По всему миру. Ну, я не специалист. Специалисты показали, что все можно сделать это дело. Хорошее дело, но не решился. И объясняю, почему. Игнатий Лапкин. Почему я так и не решился присоединиться на прямой провод? Чтобы наши записи и видео шли куда-то. И кому-то были доступны. Если эти, кто-то, как-то догадается найти нас и слушать. Как они найдут? Слушать, они должны подключиться, они не знают. Если бы была реклама какая-то, дальше. Столько тут неопределенностей. У меня всегда... Так, что тут? Столько тут неопределенностей. У меня всегда вопрос. Когда на что-то новое нужно переходить? Я думаю всегда, а нужно ли это? Не будет ли только хуже? Не придется ли потом мне горько раскаиваться, что недооценил уже бывшее? Все же немалое время служившее в важном деле. А приходилось уже и не раз подобно каяться. Вера М. Мир вам, Игнатий Тихонович. Спаси Христос вас за ваши молитвы обо мне. Знаю, что молитесь в моем крещении. Господь так все устроил. Сложились обстоятельства, что крещение с 14.03.18 перенесли на 13.03.18. Не понял. Ну, назначено было на 14, а на день раньше сделали. Что тут понимать? Служба завтра на Берсеневке. Начнется в 7.30 и в 10.00. Должна закончиться. После службы батюшка сразу меня покрестит. Сегодня в 14.00 выезжаю в Москву к брату, а рано утром отправляюсь в храм. Я живу за 200 километров от Москвы. Надеюсь, что успею покреститься до начала женского очищения. Спаси вас, Христос. Я чувствую вашу молитву за меня. Я напишу вам завтра, когда освобожусь. Вы для меня стали родной душой. А вернее сказать, чувство у меня такое, что вы мой любящий дедушка. Простите, что это написала, но уже давно хотела написать, но стеснялась. Очень вас люблю. Простите меня, если чем обидела. Игнатий Лапкин. Уже крещение приняла, уже ответила. О вашей просьбе помним. И призвал на помощь еще братьев и сестер вас. Мы на страже. Евгений Трабко. Наталья Усатая. Если надо, я могу вернуться и в Россию обратно, если это принесет больше пользы духовной, чем жизнь в Израиле. Но без связи и помощи тяжело возвращаться обратно. Как и любой человек, привыкаешь к жизни к определенной стране. Но жизнь православного христианина – это идти с евангельской вестью по всему миру. Сегодня Господь может призвать в другую страну, которую даже и не знал. Надо повиноваться голосу Божьему и идти, куда не призовет Господь. Наталья Усатая. В начале видео такой голос надменного гордеца. Надо смотреть. Виталий Калиников. Этот человек беса из себя выдавливает. Неестественно, а того и противно. Евгений Трабко. Евгений Трабко тяжело в Израиле кусок земли купить в частную собственность. Просто загородный участок в Израиле очень дорогая жизнь. Покупка земли стоит очень дорого. В Потеряевке приобрести землю намного легче. Такое понятие, как загородные дачи, в Израиле отсутствует. Здесь люди такого не имеют. Я дальше ролик какой поставил. Уважаемый Игнатий Тихонович, спасибо вам огромное за те знания, которые вы дарите людям. В свое время случайно наткнулся на ваши ресурсы в интернете. И с тех пор периодически смотрю и слушаю ваши ролики. В очень многом я согласен с вами. В некотором сомневаюсь. Но слава Богу, хотя бы слышу те слова, над которыми каждому человеку необходимо подумать о своей жизни. Многие люди так и остаются в полной изоляции. Остаются в плену современного мира. Они просто не знают ничего о Боге. Им неоткуда и неоткуда ничего услышать. Человек просто проживает свою жизнь и все. Ест, спит, пьет и тому подобное. И все. Страшные дела происходят вокруг. Проходин говорит, ну что ты, ну поел, помочился. Дальше еще спать лег опять. А чем ваша жизнь-то интересна? Это драматург Розов в литературном институте. Я у него брал интервью. Он старейший драматург был. Умница такой. Я студентов, говорит, спрашиваю. А ничего не было? Ну что там? Ну уроки был. А мне, он тогда, я встречался с ним, ему лет 75 уже, наверное, был. Он говорит, а мне все интересно. Вот сейчас вернулся из командировки, полгода преподавал в Японии, до этого в Америке. Здесь студенты. Обычно это советское время. Ну говоришь, человек боится где-то. А я с микрофоном подошел. У меня микрофон из рук взял, прям микрофон говорит. Все вопросы задавал, а масонство и другое. Умница. Действительно уверен, что ваши труды не напрасны. И мне очень жаль людей, которые называют вас сектантом. А вашу трактовку ветхобиблейских и евангельских событий, а точнее не просто событий, а трактовку истории человечества, эту трактовку называют ересью. Эти люди сами находятся в плену своих страстей и гораздо обличать что-то, от чего они не сделали и тысячной доли. Ну вот они говорят. Ну что говорят? Нигде оно никакой роли не играет. На меня это не действует. А Бог это все учитывает. Они в пустоте. Я их не ищу. Они вокруг меня крутятся, ходят. Сегодня только 50 с утра, примерно 50 человек пришлось заблокировать. В ужас приходят они. Значит, что-то мы знаем, если на наше содержание такие деньги тратить. Теперь я уже точно знаю. Это подкупленные люди. Они вставляют где-то. Надо работать. Время, конечно же, растает все по местам. Это для мира этого растает. Для земного. А для мира того, куда мы все придем в свое время, видится мне, вы создали себе достойный багаж, с которым, наверное, не стыдно будет показаться на суд Божий. Видишь, как люди рассуждают. А которые нападают, от них могут создать, да нет ничего. Так что не расстраивайтесь. Когда вас порой и оскорбляют, смеются и злятся. Помните, есть и другие люди, которые с глубочайшим уважением смотрят на ваши дела. Очень жаль, что вы закрыли свой лагерь Стан. Надеюсь, что эта победа тех самых сил неокончательна в отношении его лагеря. Примите слова моей поддержки. Уважаемый Игнатий Тихонович, у меня есть к вам просьба. Я попрошу, но вы сами решайте, выполнять эту просьбу или нет. Обиды с моей стороны не будет. Если вас не затруднит, не могли бы вы прислать мне Библию с вашим автографом и, может быть, вашим кратким напутствием или как подарок или наложенным платежом. Воля ваша, я буду рад и тому, и тому. Очень хочется иметь эту святую книгу с вашим автографом в своей библиотеке. Если вдруг ваше решение окажется положительным, то вот мой адрес. Я выпустил адрес и прочее. На Библии я никогда не расписываюсь. На своих книгах я могу дать. И никаких наложенным платежом я данные выслал. Люди высылают деньги, высылают квиток, подтверждение. И после этого только мы начинаем здесь работать о посылке книг. Зачем мне это нужно? Наложенным. Он не пришел, все пропало. Возвращается назад. Юрий Соболев Игнатий Тихонович Вопрос Исход 18.1 И услышал я о форме священника Мадиамский, тесть Моисеев, о всем, что делал Бог для Моисея и для Израиля, народа своего, когда вывел Господь Израиля из Египта. Верно ли назвать и о форме священника по чину Мехиседека или нет? Игнатий Лапкин Не знаю. И этот вопрос никак не касается спасения. И потому меня это совершенно не интересует. Любой ответ на меня никак не повлияет. Серахов 12.9 Не спорь о деле для тебя не нужном. И не сиди на суде грешников. Зачем мне это нужно знать? Он не он? Да какое отношение имеет, когда все в прошлом? Юрий Соболев. Интересное видео. На любой вопрос лишь один совет. Изучать Тору. Ну ему что бы не сказали, он стоит пожилой, говорит, а к нему наклоняются, а в очередь стоят люди. У меня сын, вот учится там, там-то, там-то, то-другой. Это хорошо, конечно. Надо изучать Тору. Там молодые, там женятся, вот мы хотели благословение там или что-то получить. Правильно, чтобы в семье был мир, надо изучать Тору. И он на любой, на любой вопрос. Ну у нас, ну найдите, оригинально, да очень оригинально. Ну почему так вот не отвечал-то человек хотя бы один о Библии-то, про Евангелие. А ты читай Евангелие. Гуру. Гусенов Рустам. Мир вам, Игнатий Тихонович. У меня к вам вопрос. В мужском организме бывает порой истечение, когда мужчина живет без женщины и не грешит. А можно молитвой от этого избавиться навсегда? Или хотя бы укоротить количество до минимума? Надо меньше есть, меньше спать. И поменьше всего этого будет. Просто объявлять пост. Я доктор и прекрасно знаю, что это нормальный физиологический процесс. Но кроме того, я верю в Бога и знаю, как Он раньше укреплял меня словом. А сейчас я в Церкви Христовой и хочу послужить Богу не вялой тряпкой, а железнобетонным рабом, работающим бесперебойно. Вопрос с женщинами окончательно и бесповоротно мною закрыт. Вот это уж я в это не верю абсолютно. Когда так говорят, это значит много думает о женщинах и где-то рядом уже она ходит. Посты я начал соблюдать. Бороду не порчу. У меня один выход. Крепнуть и становиться сильнее с каждым днем, чтобы труды мои не были тщетными. Слава Христу! Дай Бог! Я, да чтобы я ушел из общины, да никогда, я уже знаю, это уйдет. Потерявки тоже такие. Да я на меня тут не выковырнешь. Все у меня тут есть, все построено. А что ты ради-то распинаешься-то, я говорю, живут и живут люди. Что ты доказываешь? Я не уеду. В этот же год уехал. И уже этого Миши нету. Наталья Усатая. Да, интересно. Надо бросать Германию и переезжать на землю в Россию. А то скоро засохну тут от безделия в четырех стенах. Деревня это хорошо. Самое лучшее, что есть в моей памяти, это российское детство. Максим Некрутенко. Игнатий Тихонович. Я живу в Киеве и мое мнение по роману Малышу. Я не верю, что его заслали, чтобы разрушить. Или Майдан какой-то сделать. Даже у вас в общине врач и другие говорят, что им мало в это верится. Чтобы заслать его, чтобы заслать его нужны деньги. Ему ли? Материалы. Люди один в поле не воин. Скорее всего у него или болезнь, или беснование. А может он и здоров, и уравновешенный, просто в силу принципов и взглядов так делает. Тем более, если бы он приехал разрушать, то зачем ему потеряевка? Строиться, вести хозяйство и так далее. Он бы поехал в Москву, Петербург и так далее. Такое мое мнение. Игнатий Тихонович, как вы считаете, есть ли причастность России к войне в ДНР? Зачем? Эти вопросы меня совершенно не касаются. Вот есть причастность или нет? Какое отношение иметь? Я сегодня умру. На суд Божий представлен. Есть или нет? Совершенно не думаю и отвечать никогда не буду. А этот вот туда поехал, да зачем бы он делать? Для того, чтобы его никак нельзя было разоблачить. Он и женился там, поехал. На новом месте там, в Америке пишут про такого-то. Вот у него там было. Ну и возьми там Рихард Зорга. Кто там у него и живет как надо с японкой и в огороде копается, чтобы никто не выделялся он. Так это не ответ. Рустам, гуру, мне все равно, что со мной будет. Я готов вписаться под любой сценарий. Все ради Иисуса Христа. Вплоть до крестной смерти, если предстоит. Все равно все разнаряжено наперед Господом. И не думайте про меня плохо. О, как вожделенны. Золотые слова ваши. Человеческое. Оно все временно. Только вчера я это же самое говорил, а сегодня посмотрел вашу скайп-беседу с Юрием Соболем на тему «Выборы во свете Святой Библии» за 13.03.2018 года, в котором вы говорите эти слова «Слава Иисусу Христу!» А слова золотые, потому что вы – златоуст нашего времени. Евгений Тропко. Путь из Галилеи в Иерусалим проходил всегда через Самарию. Может, где-то здесь тропами проходил сам Спаситель. Люди раньше ходили много пешком. Это также делал наш учитель и наставник. Живя в Израиле, должно быть повышенное ощущение Божьего присутствия Христа, потому что и сами места такие, как Самария, напоминают, где-то здесь ходил и наш Спаситель, умерший за наши грехи в Иерусалиме. Сергей Игнатов, мир вам! Как-то слушал и смотрел одно из последних собраний Крестовозвиженской общины, где прозвучало слово Игоря Дубунова о том, что заблуждение бывшего брата Романа о плоской земле разделяет один из отпрысков рода Загуляевых, не так понял меня, давший русскому народу талантливых дочерей и сыновей. Но известная поговорка гласит, что в семье не без урода. Меня насторожила не эта информация, а реакция на нее одной сестры из того же рода, которая заявила, что не гоже об этом говорить за глаза ее родственника. Эта ситуация поучительная для всех нас и требует ее осмысления во свете Библии, в которой нет осуждения человека, что-либо говорящего о другом лице, если нет лжи. Если следовать логике человека, желающего накинуть платок на чужой роток, то и о мертвых нельзя ничего говорить, их же нет с нами. Ложные измышления надо изобличать, в том числе публично, как написано у апостола Павла, для вразумления заблудшего человека и наставления слушающих. Мне тоже известен в нашем сообществе достаточно солидный брат во Христе, который имеет такое же представление о земле, как знаменитый старик Хаттабыч. Это следствие повреждения человеческого ума после грехопадения нашего праотца Адама. Его сын Каин убивает по своей зависти родного брата. Авеля, а мудрейшие в Израиле первосвященники, начальники народа предают на смерть самого Господа и Иисуса Христа. Повреждение ума у каждого, нерожденного свыше человека, дает о себе знать в его проступках и ложных суждениях, которые нужно вовремя выявлять и искоренять, чтобы духовная зараза не распространялась и не заражала других. Таких и слушать не должно. Недавно я прекратил общение по скайпу с неким Данилой, который устрашился о себе что-либо сообщить. Кроме того, что он, как и я, из Донбасса, пишет мне о ересях в католической церкви, а в нашей русской православной церкви разве все благополучно? И начал подкапываться под нашего наставника и советника во Христе, которого он ни во что не ставит, как бывший брат, а теперь одержимый бесом лжи не раскаивавшийся Роман Малыш. Этому Данилу наше сообщество очевидно нужно так же, как небезызвестному греку, который разжигал среди нас бесплотную с ним полемику. Горький ядовитый корень вырывает, чтобы он не рос и не представлял смертельной опасности для других. поэтому всегда должно настораживать, почему тот или иной человек ведет себя скрытно и боится гласности, как какой-то шпион. Есть еще вопрос к брату Роману, но не к малышу, а к ролику. Он, он почему-то приравнял понятие подкаблучник к осуждению типа дурак. Все надо назвать своими именами. Обличая заблудшего брата, чтобы не иметь крови на своих руках, спокойно наблюдая шествие духовного слепца в пропасть погибели, На этом все. Имеющий уши дослышит. Роман Фроликов. Подкаблучник – это дурак, глупец, безумный. Тот, кто скажет на брата своего безумного, подлежит гене огненной. Тем более, что мне всегда были непонятны такие эпитеты... Слава Иисусу Христу! Такие эпитеты, как подкаблучник, фашист, патриот, свинья, швайн. Они говорят мне о чем-то только после подробного объяснения этого понятия с точки зрения говорящего. Это из-за размытости вышеуказанных и подобных понятий. Существует много слов, которые конкретизируют неправильное действие брата, которого пытаются назвать подкаблучником, свиньей, дураком. Я не вижу смысла выделять новое слово для обобщения грешников. Такое выделение несет больше эмоциональную гневную нагрузку, чем описание неправильных действий. То есть, говорящий слово подкаблучник без подробного объяснения неправильных действий грешника не поможет ему и себе повредит. Гневающийся на брата своего напрасно грешит. Евгений Трапко Если ты все еще признаешь над собой мою власть как духовного отца, я даю тебе другое молитвенное правило. Вместо молитвы Иисусовой произноси каждый вечер сто молитв по своим четко, примерно такими словами. Или своими словами подобного содержания. Господи Иисусе Христе, помилуй моего брата имя, назови по именам всех близких тебе людей, начиная со своей семьи. С каждым прощением поклон. Когда говоришь о членах семьи, падай ниц. Произноси это сто раз. Если необходимо, повторяй снова те же имена. А последнее прощение пусть будет о всех. Я хочу, чтобы это помогло тебе проснуться и начать любить твоих братьев и сестер и принадлежащих к твоей вере. И нет. Ты строишь на своей земле огромное сооружение, в котором нет абсолютно никакого смысла. Если в это же самое время ты изгоняешь людей, для которых, предположительно, она строится. Строишь с любовью и состраданием к людям. И тогда только земное сооружение обретет смысл и будет благополучно завершено. Иеромонах Серафим Роуз Евгений Трапко Дорогой брат о Христе Николай Приветствуем о имени Господа нашего Иисуса Христа. Молюсь, чтобы ты правильно питался во время поста и подготовился встретить святые страсти и воскресение Спасителя. В духовном отношении эта часть года для нас очень богата, с долгими службами, с особым образом жизни во время поста, с чтениями из святых отцов. Я представляю, что все чтения там на русском языке, но надеюсь, что все-таки ты сумеешь извлечь пользу из этой практики чтения во время службы. Здесь мы читаем Лествицу, Лапсаик, Абу Дорофея и Жития Отцов, святителя Григоя Турского. Чтения некоторых из этих книг вновь и вновь каждый год только глубже впечатывают их в сознание православных. И всегда находишь там что-то новое. Независимо от того, сколько раз прочитаны эти книги, что, конечно, только показывает, как мы не умны и как нам нужно, это и романах Серафим Роуз. То есть он на эти материалы, да? Да, он его берет оттуда, из Серафима Роуза. Это что Серафим говорит? Мы живем жизнью, которую древние отцы совсем не посчитали бы очень строгой, но которая, по немощи нашей, лучшее, что мы можем осилить. И романах Серафим Роуз. Роман Фроликов. Частое повторение одной и той же молитвы, произнесение имени его в суе, потому что нет веры в то, что после первого же прошения он сделает согласно просимому. И получается, что повторение молитв ведет к греху. Сергей Игнатов. Спаси Христос. А вот действительно, почему одних не трогает обращение к ним на «ты», как мы обращаемся с молитвой к Богу, а другие не терпят, чтобы к ним так обращались, а только на «вы» и только с большой буквы, а не просто на «вы» и надувают губы, если к ним обращаются нежно по имени, а не по отчеству. В США даже президента не зовут по отчеству, а у нас в России после нововведения Петра Великого мне не тычь, я тебе не Иван Кузьмич. Мне как-то жаль становится тех, которые себе цены составить не могут. Мнят от себя более, чем они есть. И, очевидно, не любят читать притчи и премудрость царя Соломона о тщеславных и горделивых сынах человеческих. В одном из псалмов царь Давид написал, что он мудрее старцев, потому что познал закон Божий. Воистину, кто впитал в себе божественную мудрость из священного писания, того не заденет обращение к нему на «ты», а не на принятое в светских кругах на «вы». Это такой розик вчера составили, Андрей Смирнягин. Сергей Пупков. Любой из вас может Василия забрать себе. Это Черепанов Василий Николаевич. Я попытаюсь его уговорить переехать к вам, начать трудиться над его душой, называть его Василием Николаевичем, записывать все на видео, выставлять на всеобщее обозрение. А безбожники будут давать вам советы в виде комментариев под роликами. И Василий Николаевич будет этими комментариями в вас каждый день тыкать носом и указывать вам, как спасать его душу. Посмотрим, что у вас получится. Фроликов. Аминь. Гусейнов Рустам. Сергей Игнатов. Обращение на «вы» – это просто как вам объяснить? Это просто… Ну, как вам объяснить? Культурно, что ли, и воспитано. И совсем не обязательно только в светских кругах. Но обращаться просто по имени, когда люди живут вместе, тем более у верующих христиан – это нормально. А комментарии безбожного скота не играют никакой роли. Вера Митрохина. Простите меня, братья и сестры, но порой, читая наши смс, душа моя скорбит от того, что нет мира и любви. Да, люди, пишущие плохие, так назовем комментарии, которые не знают Господа. Как же мне их жаль, если душа их уйдет без покаяния. Слезы у меня не только в душе. Давайте учиться любить и жалеть всех, а особенно не знающих Господа. Простите меня, если кого чем обижу. Спаси всех, Христос. Гусейнов Рустам. Жалость – это опасное и скользкое чувство. Нужно знать, где и с кем ее применять. Тут нужно быть крайне внимательным. Ну, пожалеешь ты свинью, раз-два, бисера метнешь перед ней, а она тебе в подарок так наблюет, что осада будет долго перевариваться. Вера Митрохина. Я раньше писал, вера моя, боялся ее показать, потому что они частицы. Они узнают и начинают рыскать, и на человека там бочки, как вот Дудин там есть такой, выливают. Я поэтому скрывал. А сейчас уже все, она покрестилась, я не боюсь. Никого так не боюсь, как по поводу вот этих православных изберегий. Спаси Христос вас, Рустам. Вы все правильно написали. Максим Некрутенко. Интересное интервью. Но нужно помнить, сколько Россия причастна к войнам. Ведь вы сами говорили, что если Россия никого не захватывала, то почему она такая большая? Почему санкции введены против России? Олимпийским игрокам запретили флаг, гимн, вмешательство в выборы и много другого. Поэтому правительству России нужно задуматься. А может, мы виноваты? Игнатий Лапкин. Нам нужно еще привести в порядок, сделать пригодными для гостей 3-4 домика. Но кто будет делать то же, что и в прошлом году было сделано? Если ваша милость соизволила бы, соблаговолили приехать в мае-июне до заезда, успеть бы сделать это, в одном нет сеней, и там нужно их сделать, в другом нет пола. Это на втором этаже Никитиного дома. Тут я переговорил сегодня с Андреем Сминягин. Есть и ролик разговора с ним. И еще бы кто. Ответьте. Смогли бы помочь? Можете с женой приехать. Она бы вам и готовила. Это Михаил Михайлович Кальмаеву пишу. Юрий Соболев. Митрополит Иларион Алфеев. Кавычки открыты. Суть христианства заключается в личной встрече с человеком с Иисусом Христом. Она есть сердцевина христианства. Ее невозможно заменить ничем другим. Встреча эта происходит по-разному. Иудей Саввул, будущий апостол Павел, встретил Христа, когда был ярым врагом христианского учения. Он ехал в Дамаск, чтобы арестовать тамошних христиан и предать их суду. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно сел его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему, «Саввул, Саввул, что ты гонишь меня?» Он сказал, «Кто ты, Господи?» Господь же сказал, «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против вражна». Он в трепете и ужасе сказал, «Господи, что повелишь мне делать?» И Господь сказал ему, «Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надо мной делать». Так, встретившись со Христом, преследователь христиан стал апостолом. На протяжении столетий христианские подвижники повествовали о своей личной встрече со Христом. Но для того, чтобы иметь опыт живой личной связи с Господом, не обязательно быть мистиком или апостолом. Люди, которые молятся и имеют свой собственный опыт в молитве, хорошо знают, что молитва – это не монолог, а диалог. На молитву приходит ответ. Вовсе не обязательно он приходит в форме голоса, который услышит человек. Он может приходить в форме внутреннего убеждения, в форме ответа на вопросы, которые человека терзают. Раньше он этих ответов не находил. И вдруг через молитву они приходят и становятся ясными то, что прежде было совершенно непонятно. Христос отвечает нам в самых разных формах. Личная живая связь между христианином и Господом – вот на чем зиждется христианство. Эта личная связь, этот опыт встречи первичный. Богословие, рассуждение о вере – вторичное. Но без богословия, пусть оно и вторично по отношению к опыту, церковь существовать не может. Ведь человек, как существо разумное, не может жить, не стремясь осознать и осмыслить свою жизнь. Это касается и верующих, и неверующих. Размышление человека над загадкой жизни, над ее вечными вопросами, называется философией. Размышление верующего над тайной собственной верой и собственной религиозной жизни называется богословием. С самого начала христианской мысли, философия и богословия воспринимаются как близко родственные дисциплины. Кавычки закрыты. Из выступления в Российском государственном гуманитарном университете 19 декабря 2013 года. Руслан Аббасов Доброго времени суток! Возник такой вопрос. Вот почему у православной церкви все услуги за деньги? Стоят, например, похороны отпевания или живенчания? Ведь Христос же сказал, даром получили, даром и отдавайте. Но у нашей церкви почему-то все наоборот. Игнатий Лапкин. Потому что эти действия попы не получали даром, а сами придумали. Вы же говорите, получили даром, а это как раз Господь и не заповедовал, не было. Поэтому и берут деньги человеческие. И потому, что устранили святую десятину. Вы лично платите десятину? Если не платите, то Вы не просто вор, а святотатец, гнусный и преступный и проклятый Богом. Вот так, нарвался он все-таки. Малахия 3,7. Со дней отцов Ваших Вы отступили от уставов моих и не соблюдаете их. Обратитесь ко Мне, и я обращусь к Вам, говорит Господь Савов. Вы скажете, как к нам обратиться? Можно ли человеку обкрадывать Бога? А Вы обкрадывайте Меня. Скажете, чем обкрадываем мы Тебя? Десятину и приношениями. Проклятим Вы проклятый, потому что Вы, весь народ, обкрадывайте Меня. Вот почему проклятый. Не я проклинаю, а Библия говорит. Принесите все десятины в дом-хранилище, чтобы в доме Моем была пища. И хотя в этом испытайте Меня, говорит Господь Савов. Не открою ли я для Вас отверстий небесных, и не изолью ли на Вас благословения до избытка? Я для Вас запрещу пожирающим истреблять у Вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у Вас не лишится плодов своих, говорит Господь Савов. И блаженными называть будут Вас все народы, потому что Вы будете землей вожделенную, говорит Господь Савов. Грустам. Игнатий Тихонович, мир Вам. А какую Вы кашу для котов варите? Ну, ты объясняй, какую, из чего? Ну, варим из манной, из манки, и та же, из геркулеса. Ну, и туда добавлять что-то рыбы, мелко накрошить всегда рыбу. Да, можно, если есть молоко, молока добавляем. Андрей Рогачевский. Что тут скажешь, Игнатий Тихонович, по поводу романа? Только одна скорбь на душе. Печально все это зрелище. Господь Судья. Слава Ему. Виталий Калиников. Ты, брат, не торопись читать ее спокойно. Не делай скоропалительных выводов. Подумай. Это вам вчерашний ролик, который мы с Андреем Смирнягином говорили. Владимир Пищиков о книге к истинному православию. Злые языки везде есть, и они не дают нам жить. Ну и слава Богу. Этим только они нас укрепляют. Андрей Смирнягин. Фактически любая строчка о Священном Писании в Святой Библии обязательно касается каждого из нас, если мы проникнем в ее глубину. Со мной ты воюешь. А я кто такой? Одним щелчком ты меня забьешь. Но когда мы с Богом, а где Бог, там большинство. Полное молчание. Игла. Когда доверие полное Богу есть, тогда ты доволен всем. Вот видишь, ты хорошо научился как. Глава, стих. Четко произнести. Никакой ошибки. То есть у людей нужно создать такую тягу к Слову Божьему. От тюрьмы до цумы не зарекайся. Народная мудрость. Все, что мы сейчас умеем, имеем, знаем, можем, это, конечно, благодаря великому нашему Господу и тем людям, которые Господь посылал на нашем пути. А значит, это и вас, Игнать Тихонович. Всеми вашими знаниями, всеми талантами, которые вас Господь наделил, вы делитесь, вы раздаете. Вы... Да. Ушло куда. Так. Вот вы делитесь. Так. Вы делитесь. Вы раздаете. Вы размножаете тем людям, которых вам Господь посылает. Как это случилось со мной? Я познакомился с вами и всегда об этом везде говорю. Я благодарен вам, благодарен вам, Игнатий Тихонович и Господу за все дела. Андрей Смирнягин. Виталий Калиников. Добрая, теплая беседа братьев во Христе. Роман Фроликов. Кто такой Андрей Смирнягин? Где он живет? Он знаком с Владимиром Пащенко? Ну ты скажи сейчас, ответ, где живет и знаком ли? Живет он в Свердловской области, Артемовский район, село Покровское. Я с ним знаком, через него как раз обратился. Александр Ложко-Моев. Представь себе, Ложко-Моев, а фамилии какие? Я не так давно узнал о вас, о вашей общине и лагере Стане. Посмотрел много видео о вас. Весьма удивлен. Думал, такого уже не встретишь. Спасибо, спасибо огромное за ваши труды. Благодаря вам я понял, насколько я слаб в православной жизни и к чему нужно идти. Ну сколько? 41. А где цифра-то эта 41? Он там вверху? Да. Ну я не вижу ничего. Ну на этом на сегодня все.